Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов Роден, Фавн и Нимфа. Около 1886 года Терракота, 35 на 43 на 29. Маэстро утверждал, что художников и мыслителей можно уподобить лире, бесконечно чутко изученной. Сам Роден был настроен на любовь, страсти, эротическое влечение. Эта терракотовая скульптура представляет собой вариацию на данную тему. Выбран один из самых частных мотивов в творчестве мастера – динамика объятий, чувственный диалог влюбленных. Нимфы и фавны – популярные античные персонажи, традиционно олицетворяющие силы природы, в том числе необузданную любовную энергию. Их образы стали классикой европейского искусства. Трава, погруженная в зелень, иллюстрирует типичные условия жизни этих мифических героев, обитавших в лесах, рощах и ассоциировавшихся с фривольными играми, безнервностью и молодостью. Статуэтка прикликается с поэтическими фантазиями, говорившими одновременно о распущенности и невинности, необузданности этих существ. Стэфан Маларме, соотечественник и современник Ваятеля, выразил атмосферу неги в стихотворении «Послеполуденный отдых фауны» 1865 года. Когда, охваченный недугом жарких уст, мечтал в медлительных согласных переливах, как все те путаницы обманчиво стыдливых, мы песней завлечем природы красоту. Из-за урядных спин и бедер наготу, по замыслу любви преобразим в тягучий, томительный поток негаснущих созвучий. Вот такое описание к работе Адена «Фауна и нимфа» около 1886 года «Терракота» я нашел в интернете. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok